добрый день всем уважаемые подписчики и конечно же гости моего канала скоро первый весенний праздник это 8 марта и хотелось бы сделать давно полюбившийся всем салат селедка под шубой но в оригинальном исполнении для этого нам нужно собственно сама селедка вот я ее уже разделала у меня здесь филе овощи картошка свекла морковка майонез и начнем с того что я сначала подготовлю селедку селедку я режу кубиками так берем селедочку сначала разрезаем такие брусочки а потом измельчаем кубиками вот такая вот селедочка у меня получилась порезанные мелкими мелкими кубиками теперь нужно заняться овощами я овощи тру на терке ингредиенты у меня готовы для нашего праздничного весеннего салатика давайте начну я его формировать взяла большую тарелку маленькую стопочку и большой граненый стакан верну чтобы лучше видно было и формирую цифру 8 так у нас же 8 марта первый слой конечно же селедка укладываю первый слой внешне тоже круг делаем чтобы было похоже на восьмерочку слой селедки обязательно смазать с моей майонезом сми я поправлю здесь все ой ничего страшного вторым слоем я уложу картошку также вокруг стаканчиков виде цифры 8 укладываю картошку обычная селедка под шубой просто как мы привыкли видеть квадратная круглая а вот это будет видеть цифры 8 к праздничному столу соответственно второй слой с картошкой тоже права за промазываю майонезом следующий слой у меня морковка аккуратненько выкладываю на картошку ну и майонез на морковку куда же без него родного какая селедка под шубой без майонеза и и в заключении слоев свекла но здесь нужно закрыть стенки свеклой вот так вот чтобы сбоку не видно было самих слоев свеклу тоже немножко смазываю майонезом вот так вот борта тоже не забудьте смазать чтобы она полностью пропиталась так теперь мне нужно аккуратно вытащить серединку стаканчики прям аккуратненько так вот вот маленький вытащить ухты небольшой также аккуратненько в принципе салат уже готов но что-то наверное здесь не хватает а не хватает мне кажется зелень я его сейчас украшу для этого мне нужно будет вареное яйцо и укроп ну сначала я украшу укропчиком наведу красоту так сказать ух ты оторвалось но ничего страшного красота вот такая вот восьмерочка у меня получилось смотрите какая красота подальше отодвину ну что-то зеленое у нас есть это это желтого цвета для этого у меня есть желточек желток его нужно натереть на мелкой терке и украсить веточки укропа прям чуть-чуть много не надо вот так вот смотрите какая красота получается смотрите какие веточки мимозы получились красивые ну что у меня в принципе остались еще белочки от яйца давайте тоже укрыто добавим их украшения для этого нужно взять тот же укроп вот сюда вот я положу сбоку состряпаем такой вот так называется букетик яичко порезать тоненькими полосочками и положить на укропчик если у вас остался желток можно посыпать еще желточком сверху вот так приятного аппетита до новых встреч пока-пока